Призыв вооруженной силы страны в этом году начался 1 апреля. Повестки получили порядка 500 юношей из Рассказово, Рассказовского и Бондарского районов. Прежде чем ребята наденут солдатскую форму, они должны пройти медицинскую комиссию. Ее результаты покажут, годен или нет молодой человек к службе в армии. Ежедневно на базе военкомата врачи узких специальностей принимают порядка 50 юношей, которые пришли сюда по повестке. Тщательный осмотр каждого из ребят – важные условия перед отправкой в воинские части. Малейшее отклонение в здоровье новобранца может стать причиной отсрочки от армии или вовсе негодности к прохождению службы. Мы должны нашим отделам призвать в районе 120 человек граждан, подлежащих призыву, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья, не имеют судимости непогашенной и других оснований, которые дают людям право не проходить военную службу. У тех, кто в будущем мечтает о карьере военного, есть возможность осуществить свои планы. В академии или училище Министерства обороны можно будет получить как среднее, так и высшее военное образование. Сейчас конкурс в эти военные академии будет небольшой, и по результатам единого экзамена можно поступить и получить очень хорошую профессию, как военную, так и гражданскую. Это и академия связи, это академия защиты гостайны, артиллерийская академия, академия связи. У нас даже девушки тоже и девушки имеют возможность поступить и получить образование военных переводчиков, связистов. Приходят, у нас несколько человек уже оформляются. Поэтому, если есть желание, и кто после нашей беседы услышит родителей, заинтересуется, пожалуйста, пусть приходят к нам, мы объясним все вопросы поступления, порядок поступления, правила поступления. Поступить в военные заведения Минобороны могут и те, кто служил в армии и решил выбрать профессию военного. Продолжается набор юношей для прохождения службы и по контракту.